Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы еще не являетесь подписчиком нашего канала, советуем подписаться, ведь на нашем канале вы найдете огромное количество интересного и полезного материала в том, что касается выбора поддержанного автомобиля. В том числе и обзоры, не только в формате тест-драйвов, но и в формате обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных автомобилей, рассматривая их снизу, на подъемнике. Герой нашего сегодняшнего обзора – это автомобиль, который, будучи новым, продавался на российском рынке огромными тиражами. Не утратил он своей популярности и на вторичке. Однако, среди огромного количества экземпляров, которые предлагаются к продаже, с каждым годом найти машину в достойном состоянии все сложнее и сложнее. Сегодня мы поговорим о том, какие вещи нужно прежде всего иметь в виду, если вы выбираете себе подобный автомобиль. Встречайте, Toyota Camry в 40-м кузове. Toyota Camry в кузове SV40 выпускалась с 2006 по 2011 годы. До 2007 года эти автомобили поставлялись на российский рынок, будучи собранными в Японии. С 2007 производство было локализовано, и на российском рынке появились Camry уже российской сборки. Мнения касаемо качества японской и российской сборки зачастую полярны. Кто-то говорит о том, что качество сильно упало, кто-то не видит разницы. Истина, возможно, где-то посредине. Но на нашей практике, скажем так, российская и японская сборка, по ощущениям, не слишком-то отличаются. В 2009 году Toyota Camry пережила небольшой рестайлинг, в ходе которого немножко освежили внешность, например, добавив в повторитель указателей поворотов боковые зеркала. Однако каких-либо революционных изменений в модель 2009 год не привнес. На российском рынке эти автомобили могли комплектоваться двумя вариантами двигателей и тремя вариантами коробок передач. Двигатели были объемом 2,4 литра мощностью 167 лошадиных сил, а также 3,5 литра мощностью 277 лошадей. Соответственно, каждому из этих моторов полагалась своя автоматическая коробка передач. Пяти-либо шестиступенчатая на старшем моторе. Также мотор 2,4 мог сочетаться с механической коробкой. Более экзотические варианты, такие как Camry с рядной четверкой 2,5 литра для американского рынка или гибридные либо полноприводные праворульные автомобили, мы оставим за рамками данного обзора. И будем говорить о том, с чем, скорее всего, вам придется иметь дело при выборе подобного автомобиля на вторичном рынке. Поэтому ваш выбор, скорее всего, сведется к вариантам 2,4 либо 3,5. Вот о них сегодня и поговорим. Наш сегодняшний экземпляр – это автомобиль 2011 года выпуска российской сборки. Мотор здесь 2,4 литра мощностью 167 лошадиных сил. Коробка передач пятиступенчатая автоматическая. Ну а привод, разумеется, передний. В начале обзора, как обычно, пару слов о кузове автомобиля, качестве окраса и о том, насколько хорошо или наоборот он сопротивляется нашим дорожным реагентам. Что касается качества и толщины лакокрасочного покрытия Camry, то здесь все достаточно типично для большинства японских автомобилей. Что касается толщины окраса, обычно она варьируется от 90 до 140-150 микрон. Однако на некоторых автомобилях нам встречались зоны утолщенного окраса, которые обычно локализованы внизу боковых дверей и на порогах. Толщина ЛКП в этих местах может доходить до 180 и даже в некоторых случаях до 200 микрон. Это далеко не всегда обозначает, что эти зоны подвергались перекраске. Собственно говоря, найти Toyota Camry в заводском окрасе – это та еще задача в реалиях 2021 года. Поэтому при осмотре автомобиля большую часть внимания сосредоточьте на том, чтобы эта машина в первую очередь не была криминальная. То есть обращайте внимание на подлинность маркировок и обязательно сверяйте их с документами при осмотре. Второй аспект – это не прикупить себе хорошо битый автомобиль. Поэтому обращайте внимание больше на целостно-силовые структуры кузова и, например, кузовных проемов, а не на то, были или не были на машине косметические окрасы. Качество окраса у этих автомобилей вполне хорошее. Естественно, эти машины, как и любые другие, ловят сколы и покрываются царапинами. Особенно от сколов страдает большой по своей площади передний бампер автомобиля, кромка капота. Ну и при осмотре не лишний, конечно, будет проверить такие места, как нижние кромки дверей и колесные арки на предмет наличия коррозии. Однако с большой долей вероятности, если этот автомобиль не побывал в серьезном кузовном ремонте, с коррозией на кузове все будет в порядке. Единственное место, где по большому счету можно найти ржавчину на достаточно большом количестве автомобилей, и то, часто в виде поверхностного налета, это нижняя часть кузова сзади. При осмотре на подъемнике обратите внимание на то, в каком состоянии находится металл, днище кузова в районе заднего подрамника. Ну и по большому счету все. Так что для возраста, которого достигли большая часть сороковок на вторичном рынке, кузова этих автомобилей вполне себе держатся молодцами. Что касается салона автомобиля и его электрооборудования. По части качества здесь все нормально. Рассуждения о материалах, которые применяются в Toyota Camry или о дизайне салона сороковки, так или иначе субъективны. Поэтому их оставим за рамками. Констатировать остается следующее. На возрастной Camry многие владельцы так или иначе могут столкнуться с появлением сверчков на пластике. Ну а на каком автомобиле старше 10 лет этого нет. Поэтому считать это за какой-либо существенный недостаток мы, пожалуй, не будем. Пожалуй, одной из основных неисправностей, с которыми можно столкнуться в салоне сороковки, можно назвать отказ подрулевого шлейфа, который выражается в том, что у вас будет гореть лампа airbag и перестанут работать кнопки на мультируле. Однако встречается этот дефект не так уж и часто. Еще реже попадаются на этих машинах отказ системы блокировки селектора переключения передач и отказ водительского пульта управления стеклоподъемниками на водительской двери соответственно. Так или иначе, эти моменты, если и встречались на машинах ранних серий, зачастую устранялись дилерам по гарантии. Да и к разряду особо критичных для эксплуатации их тоже не отнести. Что касается электрооборудования Toyota Camry, то, по большому счету, ничего особо сложного и замороченного в ней нет. И это хорошо. Чем проще система, тем меньше вероятность отказов. Электрика на Camry весьма надежна и редко беспокоит какими-либо глюками. Однако нужно помнить о том, что Toyota Camry, и будучи новой, и будучи уже поддержанной, является одним из лидеров статистики угонов. Поэтому предыдущие собственники зачастую дооснащают этот автомобиль противоугонными системами. Вот с ними-то, как правило, и приключаются основные заморочки у нового собственника. Поэтому наш вам совет, если вы покупаете поддержанную Camry 40, не поленитесь уточнить у предыдущего владельца обо всех тонкостях установки противоугонной системы. А еще лучше, если после покупки подобного автомобиля, вы демонтируете с нее старую противоугонку и поставите что-то свое. Современное и эффективное. Теперь поговорим про силовые установки, которые могли оказаться под капотом Toyota Camry для российского рынка. Моторов здесь было всего два, и оба бензиновых. 2,4 литра, как в нашем случае, мощностью 167 лошадиных сил, и 3,5 литра. Это уже V-образная шестерка, мощностью 277 лошадиных сил. Большинство Camry на рынке представлено именно в версии 2,4 литра. Этот мотор носит наименование 2AZFE и представляет собой алюминиевую рядную четверку. Из элементов, усложняющих конструкцию мотора, здесь можно отметить разве что систему изменения фаз газораспределения, которая, однако, в негативном плане никак себя особо не проявляет на протяжении срока эксплуатации данного двигателя. Привод ГРМ здесь цепной, и цепь это по нынешним меркам крайне живуча. Она способна выходить под 250, а в некоторых случаях даже больше, тысяч километров пробега. Единственное, что до этого момента, скорее всего, придется разок поменять гидронатяжитель. Но это не так уж и дорого. Особенно, если сравнивать его с некоторыми современными двигателями производства, например, Mercedes-Benz, где сумма замены комплекта ГРМ вылетает в крупную копеечку. Для 2AZ-FE замена комплекта ГРМ все же не столь затратное мероприятие, как в случае с немецкими конкурентами. Также стоит отметить, что этот двигатель не имеет гидрокомпенсаторов зазоров клапанов, и клапанные зазоры должны выставляться по регламенту производителя где-то раз в 100 тысяч километров. На практике регулировать их, скорее всего, придется по симптоматике. Появился лишний шум, отрегулировали зазоры и поехали дальше. Также 2AZ-FE не имеет гидрокомпенсаторов зазоров клапанов, поэтому зазоры должны выставляться вручную. Регламент регулировки раз в 100 тысяч километров пробега. Что касается ресурса цилиндропоршневой группы, он здесь большой. Эти двигатели выхаживают порядка 350 тысяч километров пробега, в среднем по больнице. Однако попадаются экземпляры, которые проехали и свыше 500 тысяч. Залог долгой службы вашего двигателя, как водится, регулярное обслуживание и замена масла, хотя бы раз в 10 тысяч километров пробега, так, кстати, предписывал дилер. Но этот интервал в тяжелых условиях, конечно, лучше сократить, хотя бы тысяч до семи. Время от времени нужно чистить систему вентиляции картерных газов, которая на этом двигателе, ну, скажем так, несовершенна. А также следить за температурным режимом. Этот двигатель достаточно «холодный» по сравнению с некоторыми современными моторами. Его рабочая температура, по большому счету, около 90 градусов. И обеспечивать поддержание этой нормальной рабочей температуры призвана система охлаждения, за которой вам, будучи владельцем Toyota Camry, как раз и придется смотреть. Так, например, к 10-летнему возрасту вы можете столкнуться, к примеру, с течью основного радиатора охлаждения. Ну, а если оригинальная помпа, выходившая 100-150 тысяч километров, была уже поменена на неоригинальный заменитель, то, скорее всего, менять ее вам в дальнейшем придется где-то раз в 50 тысяч километров пробега. Но это по симптоматике. Зашумело или побежало, лучше превентивно поменять, не дожидаясь, пока насос системы охлаждения у вас заклинит. Что касается течи масла, к пробегу около 200 тысяч по этим моторам могут появляться масляные подтеки. Это прокладка клапанной крышки, это датчик давления масла. Ну, и при осмотре подобного двигателя основное, что следует проконтролировать, это чтобы стык головки блока цилиндров с самим блоком у вас был сухой. А моторы эти, особенно это касается двигателей до 2007 года выпуска, имели одну неприятную особенность. При перегреве здесь могло вытянуть шпильки крепления ГБЦ к блоку. А это достаточно недешевое восстановление, собственно, со снятием головки блока цилиндров. Поэтому, если на автомобиле, который вы осматриваете, вы обнаруживаете серьезную течь по стыку ГБЦ и блока цилиндров, это как минимум повод для хорошего торга с продавцом. Все остальные вещи, по большому счету, мелочи, относящиеся, например, к навесному оборудованию, как тот же генератор или компрессор кондиционера, чей выход из строя к пробегу около 200 тысяч километров, затрагивал далеко не все камри и может также случиться на любой другой машине. К особенностям именно этого силового агрегата подобные вещи относить нельзя. Теперь пару слов о старшем моторе в линейке. Если вы откроете любой сайт по продаже бэушных автомобилей, вы можете заметить, что очень часто 3,5-литровые камри стоят даже дешевле, чем 2,4 литра. И этому есть вполне логичное объяснение. Два GRFE, V-образная шестерка, уютно расположившаяся под капотом Toyota Camry, не только существенно дороже по части транспортного налога, поскольку имеет 277 лошадиных сил, но и куда более затратный агрегат в том, что касается стоимости обслуживания и цены его капитального ремонта, если такой вам понадобится. Этот же двигатель вы могли обнаружить под капотом, например, Lexus RX 350. И по большому счету проблемы с этим мотором все те же самые. Так или иначе, это V-образная шестерка с алюминиевым блоком и также изначально весьма неплохим ресурсом, который очень сильно зависит от того, как регулярно этот двигатель обслуживали и насколько хорошо вообще за машиной следил предыдущий собственник. 2GRFE также имеет цепной привод ГРМ, но цепь это ходит уже поменьше, чем на 2АЗ. И зачастую с заменой цепи вы можете столкнуться на 3,5-литровом моторе уже к пробегу в 200 тысяч км. Также 2GRFE бывает при утреннем запуске начинает радовать своих владельцев в характерном треском муфт VVTi. Происходит это обычно к пробегу от 140 до 160 тысяч километров. Многие ездят с этим и дальше, однако практически единственный вариант избавиться от этого недуга это поставить, собственно, новые муфты. Также при осмотре автомобиля с мотором V6 нужно обратить внимание, чтобы у вас не текло масло с трубки маслоподачи на муфты VVTi. На ранних выпусках эти трубки были комбинированными, грубо говоря, резиново-металлическими. И по этим узлам достаточно часто случались протечки. В случае, если эту трубку полностью порвет, ваш двигатель, при условии, что вы, например, едете по трассе на высоких оборотах, может достаточно быстро остаться без масла, что, конечно, приведет к недешевому в нынешних реалиях капремонту. Поэтому, если на вашем автомобиле с мотором 3,5 эти трубки маслоподачи еще не были заблаговременно поменены на полностью металлические ревизионные, лучше в скорости после покупки этим заняться. Что касается мест, по которым на 2GRFE подтекает масло, но здесь все традиционно. Прокладки клапанных крышек, лобовина, как на любом другом цепном моторе, и маленькие прокладочки на, собственно, клапанах ВВТА. Все это может к большому пробегу потребовать замены. Что касается системы охлаждения, ресурса помпы и так далее, для 2GRFE, по большому счету, все сказанное про 2АЗ также справедливо. Следите за чистотой радиаторов и за работоспособностью насоса системы охлаждения. И будет вам счастье. В этом случае 2GR, скорее всего, проедет все те же самые 300-300+, тысяч километров пробега, прежде чем отправиться на капремонт. Однако, стоит отметить еще одну вещь. Если при осмотре автомобиля с мотором 3.5 вы услышали какой-то подозрительный для вас стук при работе, либо двигатель поддымливает, в этом случае не поленитесь прогнать машину через видеоэндоскоп перед приобретением. Дело в том, что 2GR на некоторых моделях фирмы Toyota так или иначе склонен к пообразованию задиров в пятом цилиндре. Более характерна эта проблема для Lexus GS, где двигатель расположен продольно, менее характерна для поперечного расположения. Но это не значит, что она совсем не встречается. Поэтому более внимательный подход при покупке машины с двигателем V6 все же необходим, дабы сразу после покупки не заняться капитальным ремонтом агрегата. Теперь поговорим про коробки передач, которые устанавливались на Toyota Camry в 40-м кузове. С двигателем 2.4 могла агрегатироваться пятиступенчатая механика. Претензий к самой коробке здесь по большому счету нет. Производитель не стал применять здесь ни дорогостоящий двухмассовый маховик, ни какие-либо замороченные схемы гидравлических выжимных подшипников. Поэтому обслуживать механическую коробку на Toyota Camry в том, что касается замены комплекта сцепления, достаточно недорого. По большому счету, все проблемы в этой коробке могут быть связаны разве что с излишне разболтанной кулисой. К пробегам за 200 тысяч километров она уже, как правило, не радует собственника четкостью переключения. Что касается автоматических коробок, для двигателя 2.4 здесь был применен пятиступенчатый автомат, который имеет маркировку U151, а для V-образной шестерки здесь была установлена коробка с маркировкой U660. Японские автоматы, производство фирмы Aisin. Первая коробка, которая используется с двигателем 2.4, достаточно надежно, ресурсно, даже очень ресурсно по современным меркам, и способна отработать практически под 500 тысяч километров пробега, без серьезных ремонтов. Но это у спокойных водителей, которые берут за правило прогревать коробку передач, перед тем, как нажать педаль газа в пол, и лучше не злоупотреблять светофорными гонками, пробуксовками и так далее. По большому счету, в этой коробке к большому пробегу могут потребовать, например, замена соленоида гидроблока управления. Залогом долгой службы этого автомата будет регулярная смена масла, не реже, чем раз в 60 тысяч километров, естественно, с фильтром. При выборе подобного автомобиля на тест-драйве обратите внимание на то, как коробка работает. Исправный автомат на Toyota Camry не должен тянуть передачи, пинать, либо каким-то иным образом омрачать комфорт вашей поездки. В любых режимах. Это касается как медленной плавной езды, так и разгона газ в пол. Переключения при ударных разгонах, конечно, будут ощущаться, но это не должно быть сопряжено с ударами или толчками. Что касается шестиступенчатого автомата для двигателя 3,5 литра, в данном случае можно сказать, что в какой-то степени ему не повезло с соседом. Дело в том, что крутящий момент и мощность 3,5 литрового V6 более чем достаточны для того, чтобы в скором времени приговорить шестиступенчатый автомат к гибели. Эти коробки также очень требовательны к качеству и интервалам замены рабочей жидкости. Масло в этом автомате должно меняться не реже, чем раз в 50 тысяч километров пробега, желательно со сменой фильтров. Дело в том, что на шестиступенчатых автоматах достаточно интенсивно изнашиваются фрикционы блокировки гидротрансформатора, и продукты их износа, попав в масло, могут, опять же, забить каналы в том же гидроблоке и привести, например, к отказу клапанов управления. И хорошо, если эти клапана вы сможете найти и поменять по отдельности. В отдельных случаях, особенно это касается тех владельцев, которые крайне активно эксплуатировали автомобиль, не стесняясь давить на педаль газа, подобные шестиступенчатые коробки не выхаживали и по 150 тысяч километров пробега, отправляясь на полный капитальный ремонт с заменой механической части. Поэтому, если вы смотрите машину с двигателем 3,5 литра, особое внимание уделите состоянию коробки автомата. Что касается ходовой части Toyota Camry. Ходовка у Camry мягкая, и многие могут поругать ее за, например, не совсем чуткую или за совсем острую управляемость. Однако, эта машина и не задумывалась как спортивный болид для получения кайфа от вождения на извилистых дорогах. Приоритетом здесь был скорее комфорт и, что немаловажно, ресурс. А ресурс многих компонентов подвески Toyota Camry даже по нелегковым меркам весьма немаленький. В частности, самый дорогостоящий узел ходовой части, рулевая рейка, на этих машинах крайне редко беспокоит своих владельцев к пробегам менее 200 тысяч километров. Причем, это касается как появления в рейке стуков, так и появления первых подтеков. Чаще прочего, эти автомобили, как и многие другие Toyota, кстати, в частности, например, Land Cruiser Prado, страдают от появления стуков в рулевом управлении, но не по вине рейки, а по вине либо рулевой крестовины, либо шлицевых соединений. В самой рулевой колонке. Поэтому с рейкой на этом автомобиле по большому счету все в порядке. Но даже если она вдруг выйдет из строя, ее можно будет за вменяемые деньги привести в порядок. Что касается, например, ресурса компонентов тормозной системы, то если вы возьмете за привычку при смене колодок также обслуживать суппорта, то есть смотреть за тем, чтобы в направляшке не забивалась грязь, своевременно менять ремкомплект в том, что касается уплотнительных резинок и смазывать эти самые направляющие, то тормозная система будет работать у вас на этом автомобиле практически вечно. Что касается ресурса дисков и колодок, у аккуратных водителей на автомобилях с моторами 2 и 4 литра, как правило, все это дело выхаживало с новья и в оригинале чуть ли не под 200 тысяч километров пробега. Если говорить про машины с моторами V6, то благодаря большей мощности и несколько иному стилю вождения в большинстве своем ресурс тормозных колодок и дисков очень существенно сокращается. Но тут, как говорится, любишь кататься, люби и саночки возить. Традиционно самым слабым звеном во всей подвеске автомобиля, конечно же, являются стойки стабилизатора. Слабым весьма относительно. На Toyota Camry, как правило, оригинальные стойки стабилизатора сдавались где-то в районе 80 тысяч километров пробега, что весьма и весьма немаленький интервал. Ровно такой же срок службы, около 150 тысяч километров, в среднем имеют амортизаторы и опорники стоек. Но это спереди. Что касается задней подвески Toyota Camry, здесь у нас многорычажка, соответственно, сайленблоков здесь много. Ресурс оригинальных рычагов задней подвески около 100 тысяч километров пробега. При использовании на хороших дорогах и аккуратном вождении, соответственно, побольше. Естественно, по замыслу производителя все сайленблоки должны меняться вместе с рычагами, но, как всегда, на помощь приходят производители дубликатных запчастей. По большому счету, ремонт даже задней подвески Toyota Camry с заменой всех сайленблоков стоит не так уж и дорого. А ресурс, как уже было сказано, весьма приличный. Что следует иметь в виду при покупке подобного автомобиля, так это то, что очень часто, особенно это касается машин с автоматом, на Toyota Camry не работает, либо работает не так, как хотелось бы, стояночный тормоз. Связано это с тем, что на автомобиле банально закисают от долгого неиспользования троса ручника. И с их заменой и реставрацией, как правило, никто не заморачивается. На машинах с механикой ручником пользуются куда чаще, поэтому там эта проблема не особо-то, скажем, часто встречается. Но если вы смотрите Camry с автоматом, не поленитесь проверить, чтобы ручник у вас работал. Итак, какие итоги можно подвести под все вышеизложенное про Camry в 40-м кузове? Этот автомобиль из тех, которые можно однозначно рекомендовать к покупке. Правда, если в автомобиле вы прежде всего цените, например, азартную управляемость или хорошую динамику разгона, или, может быть, количество разного рода интересных и современных опций, то, скорее всего, эта машина вам не подойдет. Но если от автомобиля вы ждете прежде всего прогнозируемой надежности, а также небольших затрат на эксплуатацию, то, скорее всего, Camry это то, что вам нужно. Что касается выбора модификации, наша рекомендация это машина с двигателем 2,4 литра и автоматической коробкой. Такая подойдет и для города, и для трассы, не обременит высоким транспортным налогом и не будет огорчать огромными затратами на топливо. Хотя, кстати, в плане топливного аппетита мотор 3,5 недалеко ушел в большую сторону от своего младшеобъемного собрата. Однако, расходы на обслуживание автомобиля с мотором 2,4 будут все же пониже. Да и шанс найти живую машину с младшим двигателем на вторичном рынке все же повыше. Ну вот и все на сегодня. Если наш сегодняшний обзор был вам чем-то полезен, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и указывайте в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть на нашем подъемнике в дальнейшем. Также, если у вас есть или была Camry в 40-ом кузове и вы проехали на этом автомобиле не одну сотню тысяч километров и вам есть что добавить или в чем нас поправить, пишите в комментариях. Людям, которые смотрят себе подобный автомобиль, именно ваш комментарий может оказаться очень полезным. Спасибо за просмотр. Хорошего дня. Пока.